Продолжаем чтение книги «Носители духа» и составитель профессора Московской Духовной Академии Алексеевича Осипов. Мы с вами читаем главу «Путь духовный» Игумене Арсения. Чтобы сохранить чистоту тела, необходимо сохранить чистоту сердца и ума. Вот и нужна молитва. Нужно внимание к своему сердцу. Нужен подвиг над собою. Если мы не всегда можем сохранить теплоту, так как она есть дар Божий, то можем всегда укреплять в себе решимость воли, подвязаться против страстей. Можем возгревать в себе стремление к совершенству. Можем нудить себя к подвигу. Заповеди Божии даны нам не для произвола. Хотим или не хотим их исполнять. Нет, мы обязаны их исполнять. Иначе мы погибнем вечно. Вот я и убеждаю вас. Для Бога, для исполнения Его, по святой воле, понудить себя понести недостатки ближних, а к себе, к своим недостаткам быть строгому, требовательному. Господь Иисус Христос взял на Себя человеческое естество, чтобы очистить его от первородного греха. Умер поносной смертью на кресте, чтобы умертвить грех. Воскресением и вознесением нашего естества на небо Он дал нам область, власть, чадами Божьим быть. В крещении мы получаем залог к этому сыноположению. Мы можем, если захотим, получить все дары Его благодати. Мы вошли крещением в дверь, отверстия нам самим Господом. Если будем идти путем Его заповедей, последовать Его слову и образу Его жизни, если будем приобщаться Его добру и правде, то первородный грех не будет в нас действовать, а будет действовать благодать Христова, совершенство христианское, чтобы сердце настолько было расширено любовью, чтобы никто и ничто не мешало жить Ему в присутствии Божьем и быть полной любви к Богу и ближнему. Да, это совершенство. И как всякое совершенство, оно должно стоять перед нами, как цель в конце пути. Если мы будем его иметь целью, хотя далекой, но все же вожделенной, мы будем стремиться достигать ее. Будем все свои чувства, мысли и поступки направлять в сообразность этой высокой целью. Будем ею освящать для себя путь. Будем видеть, насколько мы от нее самовольно отклоняемся или с помощью Божьей преуспеваем. Понимая так путь христианской жизни, я не могу советовать вам ничего, кроме того, что советовала и раньше, то есть борьбу со своими собственными страстями. Господь укрепит нас всех, и да поможет Он нам пребывать в истине, которой Он Сам. И путь к Нему в нас через нашу немощь, через полноту греховности нашей. Да, это не лживый путь, не выдуманный, не сочиненный. И Сам Господь сказал, чтобы не искать Его нигде, ни в каких состояниях, что Он явится Сам. И действительно является, принося мир, силу, свет, душу погибшую, немощную, темную. Когда же мы будем гоняться за состояниями, то будем ловить одну мечту. Как грехи людей, недостаточность всего человечества к исцелению греховной язвы были причиной к непостижимому и многомилостивому снисхождению Господа на землю, чтобы спасить человека, так и в каждой душе, пришествие Господа, спасающего душу, предваряет ее полное смирение и самоотвержение. А пришествие веры в Господа, спасающего полное сознание своей греховности и немощи, восчувствование ее в себе, сокрушение и страх. Вот почему я и сказала, что путь к нему в нас. А в нас что другое есть, кроме греховности, если она будет вполне осознанна, если не ложно поймет человек свою душу, то не поищет нигде опоры, кроме веры, и не увидит ни в чем спасения, кроме как в едином спасающем. Я сказала, путь в нас, потому что часто уклоняется душа, ищет не в себе, а в чем-нибудь своем. Через неложное понимание себя человек необходимо придет к Господу, а ища его в своем чем-нибудь, то есть в своих добродетелях, трудах и тому подобное, не найдет его, единого спасающего, а найдет себя. И это случается не только при общем направлении, но даже в частных уклонениях, в делании самости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok